Добрый день, дорогие друзья, коллеги, фотографисты в зале и дорогие гости кинофестиваля Герой 2-го международного фестиваля фильмов для детей и юношества Сегодня огромное счастье, что у нас есть возможность поговорить, задать все интересующиеся вопросы Посмотреть киноработы нашего бессменного, замечательного, невероятного председателя жюри кинофестиваля Владимира Михайловича Оленикова, встречаем Спасибо Я здесь для того, чтобы вам было максимально полезно и интересно, поэтому я жду ваших вопросов Я привез пару маленьких работ, которые я делал вместе с студентами Ну, потому что вот когда, скажем, ты работаешь с студентами, да, в какой-то момент они говорят Да вот вы нам все вот так вот объясняете, расскажите, а вот вы сами сделайте что-нибудь, покажите И иногда я на это соглашаюсь и делаю с ними какую-то небольшую работу То есть все студенты работают на такой маленькой работе, как киногруппа У каждого есть какая-то должность в этой киногруппе, и все они выполняют свои обязанности И для них это тоже очень полезно Чего, на ваш взгляд, не хватает российскому жанровому кино? Качество Не хватает профессионализма Потому что есть жанры, которые у нас просто никак не развиты, вообще Хотя в мировом кино они очень популярны, да Там, скажем, мюзикл Вот мой мюзикл «Бендюжник и король» Как не обидно, это первый и последний драматический мюзикл в отечественном кино Или, скажем, вот такой выдающийся жанр, как хоррор А жанр замечательный, да Ну и так далее, это можно долго рассказывать Короче, беда у нас вот именно в том, что Нет достаточного профессионализма и качества Вот в этих разножанровых работах Зато у нас очень хорошо все с артхаусом А вот у меня к вам вопрос Вот скажем Вот у вас есть сценарий Хороший сценарий, да И у вас есть группа Толковый организатор процесса Там исполнительный продюсер, как теперь говорят, раньше был директор картины Есть опытный монтажер Есть хороший оператор Есть артисты, которых уже пригласили Тоже серьезные артисты Вот может ли быть картина без режиссера-постановщика Может ли она состояться Все-таки, да, режиссер, он должен быть Который управляет всем процессом Снять-то, конечно, кино можно и без режиссера И даже без продюсера можно снять кино Можно вообще в одиночку Можно вообще в одиночку взять телефон и снять кино Просто режиссер это тот человек, у которого вот есть вот этот вот камертон Отличить правду от неправды Поэтому я считаю, что режиссер необходим на площадке Но без него снять кино, конечно, можно привести кучу примеров Где режиссер присутствовал, так сказать, номинально Или вообще был потом уволен Да, 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 потому что тянул процесс из-за того, что хотел что-то там снять глубоко А бюджет уже затягивался и затягивался И был потом уволен Я бы сформулировал так Вот если представить себе фильм в виде такой большой мозаики Потому что он состоит из огромного количества кадриков, сцен, разных компонентов Вот такая большая мозаика То только один человек знает, как точно нужно огранить этот камушек И какого он должен быть цвета Чтобы он никак в этой мозаике не выделялся А точно бы вошел в свое гнездышко И чтобы эта картина никак не была нарушена Мы волшебники Мы можем делать со временем все, что угодно Мы можем его растянуть, взять одну минуту И растянуть ее на полтора часа, пожалуйста Или наоборот, взять целую жизнь человеческую и умять ее за час Если приключили Петру Ивачкину, да, это музыкальный фильм Где был придуман музыкальный ансамбль, который как бы сопровождает все действие в виде рассказчика Ансамбль-синема То второй Дело в том, что когда я сдавал эту картину, они сказали Вот, снимайте еще одну про них Я сказал, ну что, я больше про них делать ничего не хочу Нет, не буду, я сыт по горло Петру Ивачкину И сказали, ну тогда ничего не будете делать Буду И я сказал, ну хорошо, давайте тогда и мюзикл сделаем Жизнь Петру Ивачкина продолжается У меня без конца как бы Порвлось от издательства И я пишу все время новые какие-то приключения То они у меня в Антарктиде, то в Колумбии, то в Африке, то в Кавказе Сейчас уже, по-моему, их перестают Поскольку эти книги разлетаются То, значит, вот у меня пришли еще одну, еще одну Сейчас уже их десять Все, что я делаю в своей жизни, я рассказываю истории любви Необычные истории любви Это то, что мне интересно То, чем я занимаюсь Мне кажется, это самая главная человеческая эмоция И вот, по сути дела, вся моя жизнь связана с такими историями Окей, спасибо Спасибо вам Спасибо 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 Спасибо